здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим о безопасности вашей безопасности гражданской безопасности потому что есть специальная организация который этим занимается и не раз уже были у нас здесь в студии люди которые поднимали самые разные темы а сегодня я приветствую начальника люберецкого отдела вневедомственной охраны подполковника полиции владимир владимировича гостерук а здравствуйте ну и вам уже хорошо известный заместитель начальника люберецкого отдела вневедомственной охраны евгений паперный который всегда приходит с кем-то а сегодня пришел с начальником и сразу же первый вопрос мы находимся уже в летнем периоде люди с одной стороны расслабляются с другой стороны пытаются выехать из города куда-нибудь убежать иногда не очень правильно квартиру свою конопатят но некоторые же уезжают практически на на весь язык кто-то уезжает несмотря ни на что либо за границу либо по городам россии гулять а кто-то на дачу давайте начнем сразу с квартиры как надо правильно поступить и вообще есть какие-то цифры или не цифры или насколько увеличивается число квартирных краж когда люди летом вообще летом когда люди покидают их все-таки на какое-то долгое время статистика конечно показывает что увеличение краж происходит в летний период это как то поездки так и дачный сезон достаточно много людей у нас выезжает на даче поэтому квартиры остановок остаются можно сказать без присмотра но люди же их также закрывали как и закрывали до закрывают также но надо учитывать что есть те инструктивные элементы которые могут мониторить ситуацию посмотреть что у нас находится в почтовых ящиках если документация есть там почтовая из нею сельско до чеки у нас есть уже возможность предположить что хозяин дома не тоже длительный срок она же такая вот мелочь практически такое как в кино отслеживается этого нельзя недооценивать правонарушителя не что же тренируются на своих недостатках на удачах и как правило мы же понимаем что они пытаются по крайней мере мне кажется у них это получается всегда идти на полшага вперед то есть у нас есть профилактика мы понимаем что это существует но все равно даже если мы берем схемы мошенничества там с теми же картами с телефонными звонками казалось бы уже все все проходили и тем не менее ваши коллеги здесь были по вот этой теме тоже мы обсуждали тем не менее люди продолжают обманываться вот евгений так как вы у нас являетесь таким звезд связующим звеном вот после наших программ уменьшается какое-то количество или по-прежнему она держится вот людей которые не уезжают там на месяц забывают про эту квартиру хотя бы кого-то предупредили чтобы посматривали и так далее или не учатся люди на ошибках чужих прежде всего нет конечно массив храняемых объектов у квартиры имею ввиду увеличивается люди приходят смотрят передачу благодаря вам приходят да свое имущество ставить под охрану особенно это новые микрорайоны это вот северная страна ухтомска у нас много краскова вот сейчас в основном люди оттуда приходят ну а центр он уже принц формирована уже сформирован да очень много у нас сохраняется и очень актуально это вот малаховка где у нас дачные так скажем поселки мы сейчас об этом оде надо поговорим там тоже объем там стабильно всегда всегда люди приходят кто-то покупает дачу в первую первую очередь думает о том как бы ее обезопасить а правильно понимала я не что сегодня человек который покупает квартиру но в люберцах у нас и крупные есть такие жилые комплексы и в центре города где как бы жизнь вся концентрируется что это в общем-то должно войти в некую норму что у тебя есть есть квартиры неважно выезжаешь ты летом или зимой куда-то не выезжаешь что лучше и как-то но все-таки застраховать себя может быть потому что дорого очень или какие-то слишком системы дорогие люди не хотят тратиться я бы не сказал что дорого но просто получается и на временная трата если сторонние организации вкладывают эту стоимость в абонентскую плату у нас получается сторонние организации которые устанавливают она берет единовременно эту плату и принципе долгосточной перспективы получать дешевле ставить под охрану просгвардии и плюс то что реагирует уже именно тестованные сотрудники которые имеют право на применение физической силы специальных средств оружия огнестрельного полноценный спектр правовых ограничений преступника то есть давайте вот на такую схему да на рисуем нарисуем такую схему что вот происходит ограбление слово такое да какие действия если квартира находится по дороге это открытое хищение имущества но и на кражу тайна попытка такая принципиально давайте так чтобы было все по букве более-менее закона что кто-то и пошел сигнал квартиру какой-то неопытный может быть воришка или опытный но понадеялся на себя пошел сигнал что нарушена система что что-то в квартире происходит не так как работает сейчас бригада незаметительно получает себя указание дежурного который принимает этот сигнал он заметил выдвигается кто находится в этой бригаде состав какой группа задержания имеющие право на любые действия в соответственно полностью экипированные вооруженные обеспеченные спецсвистами сами радиосвязи но городской округ люберцы он же у нас такой большой довольно то есть это в одно из одного места бригада выезжает или из раз у нас получается территориальное отделение городского округа люберцы и соответственно в каждом делении нашему административному есть своя группа задержания а то и две которые осуществляют именно патрулирование и реагирование на сигнал тревога так если группа прибывает то получается что она имеет право на задержание вплоть до а дальше вы вызываете уже подмогу или как вот если схватили этого вот он выходит из квартиры вызываются представители здесь данного отдела полиции которые уже соль на фаре конечно осмотр места происшествия и задержаны передается сотрудникам полиции понятно а если например квартира не находится под охраной то это если вдруг кто-то чего-то заметил то вызывает просто полицию приезжает просто полиция а может приехать гораздо позже верно они что по загруженности по загруженности понятно сигналов территориальные отделы полиции дежурную часть приходит дом много по разным правонарушениям и не только правонарушения понятно хорошо ну и давайте мы сейчас еще чтобы закрыть вопрос квартир евгений насколько сегодня поменялась уже системы этих охранных она же наверное не одна это есть потому что если будет одна система охраны то ну рано или поздно любой как вы сказали деструктивный элемент да может ну долго она жить не будет если ее все время не меняет что-то там переставлять правильно я говорю да конечно сейчас идет оптимизация если раньше все охранялось по телефонной линии и радиоканалу то сейчас это конечно же сам интернет-канал телефонные линии уходит сами понимаете городские телефоны вымирают как класс да так сам радиоканал он зависимости от высот низи но где-то неустойчиво до джессы ну я думаю у всех есть и интернет и телефоны дома все ходят это самое надежное плюс у нас идет дублирование это и джессами интернет-канал то есть при любом отключении допустим если какую-то глушилку или вы провод перебить да прибор уходит неисправность и сигнализирует на пульт со мной беда дамы прибор же может быть действительно неисправность случится в любом сложный вызов получается вере и ложные а как это получается вроде как никто не виноват может что-то сломаться я не знаю уборщица случайно там чего-нибудь где-нибудь да то есть такой вариант не исключен конечно но в любом случае экипаж выезжает в любом случае осматриваются озваниваются собственником лучше перебдеть в данном случае заранее у нас все сигнал тревога у нас тревога другого нет сигналы тревога отрабатываются без исключения у нас два вида сигналов тревога по результатам выезда либо ложный либо боевой ложные то если техническая неисправность там действия неправильные заказчика а боевой соответственно если там задерживается правонарушитель вы тоже считается боевым хорошо негативный можем рассмотреть момент случается вот это преступление группа приезжает но немножко не успевает какой-то хитрый попадается товарищ он как объявляется в розыск потому что получается что вроде бы как задача не выполнена как решается тогда этот вопрос или пока такого последнее время у вас не было бывает же наверно всякое в жизни то я недавно был второй год работаю в системе мирностной охраны поэтому на моем опыте пока такого случая не было дай бог что вы не было впредь так отработал горит но ведь преступник до человек который задумал что-либо и он же понимает что практически все квартиры туда куда хочется залезть где что-то есть они так или иначе все-таки как-то там охраняются какими-то способами все равно виду до евгений они считают что у них будет время на то что не знаю из окна выпрыгнуть или убежать как-то это риск грубо дураков везде хватает но это конечно риск экипаж может находиться возле этого дома может там через три минуты приехать в любом случае вскрыть замок это время и шансов что-то украсть практически не остается обычно раскрывают дверь и бегут только пятки сверкают ну а как будто в замечательных всяких фильмах наших и не наших когда провоцируют например приехала бригада что там не сработало второй раз провоцировали приехала бригада второй раз но мне не каждый день там но не сработало третий раз раз бригада думаю да что там у него не работает и не приехала такой вариант возможен нет такой вариант тоже невозможен потому что договор также составляется на обслуживание плюсу дежурного есть дубликаты ключей они нужны для того если там клиент уехал в отпуск командировку на дачу до срабатывать сигнализация он с позволения собственным конечно заходит в квартиру смотрит что с прибором если там какая-то неисправность вызывается техник техник который тоже обслуживает он приезжает и устраняет неисправность если он и не может устранить он меняет прибор на месте заходит потому что ну бывают случаи всякие кто-то окно забыл закрыть ну дорога играет и тревога движение пошло движение да и в любом случае квартиры без охраны не останется это либо то память техника хорошо еще один вопрос предлагаю дачную тему и тему как стать вашим коллегой перенести на вторую часть еще один вопрос на сегодняшний день только охрана квартир дачи так далее или как-то машину можно под охрану взять или там не знаю магазин под охрану или какое-то маленькое предприятие все что угодно под охрану можно поставить абсолютно все что угодно это и магазины и машины и квартиры дачи дома коттеджи бани там house и вот то есть список у вас богатый да абсолютно любое имущество можно поставить под охрану хорошо ну сейчас мы сделаем небольшую паузу напомню что у нас в гостях начальник любилецкого отдела вневедомственной охраны полковник подполковник этих оговорка по фрейду хорошего пол подполковник полиции владимир владимирович гайстрок и наш старый добрый уже друг заместитель начальника любилецкого отдела вневедомственной охраны городского округа любил люберц в люберцах здесь у нас евгений поперный как и обещал во второй части поговорим о дачах наверно тоже такой интересный вопрос потому что все таки квартира более так а стационарная система но и как-то кажется что в городском округе надежнее это все а дачи это вот где-то дачи разные бывают большие маленькие где-то не все таки подальше поговорим на эту тему и естественно интересно также о службе как служба работает сегодня меня такое ощущение складывается что все время форма меняется может быть я ошибаюсь но так или иначе поговорим и о том кто работает кто ваши коллеги кто ваши подчиненные вот и кто-то может быть заинтересуется как попасть к вам сейчас сделаем небольшую паузу вернемся в студию напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях начальник люберецкого отдела вне ведомственной охраны подполковник полиции владимир гай струк и заместитель начальника евгений поперный говорили мы в первой части о квартирах о том как сделать так чтобы на время когда люди покидают свои домашние очаги попытаться сделать так чтобы никто в них не проник потому что несмотря ни на что эти как сказал владимир владимирович деструктивные элементы продолжают существовать но сейчас из городского округа из большого города мы перемещаемся на дачные участки ларе водич это она отдельная такая тема когда люди приходят за системами чтобы на дачку поставить осенью весной или уже летом в разгар ближе к завершению сезона а вот и когда понимаешь что надо было бы поставить ну кто-то и наоборот когда заводит имущество дорогостоящая на дачу на период дачного сезона все нож люди выезжают с дачи продукты купить стройматериалы какие-то другие задачи цели у людей есть и все равно это имущество может остаться без присмотра которая на дачный сезон туда завезено поэтому тут охватываете у нас же что-то дать опять же дачи есть такие спасти как города дачные поселки но если поменьше как вы охватываете это же немножко другая система или точно также на работу ну дачный точно также работает дачный поселок там же трафик движения меньше по транспорту если в городе у нас пробки есть то некоторые моменты уходит при прибытии с учетом дорожной ситуации так соответственно в дачном массиве уже чуть проще передвигаться и время реагирования она сильно не увеличивается то нет а егения правильно понимаю что можно исключительно на лето например заключить договор там с 1 июня по 1 сентября да конечно можно на любой срок заключить у нас даже есть такое понятие как длительная охрана там люди уезжают длительной командировки или там что-то такое к родственникам да можно хоть на день заключить грубо говоря а это как-то влияет на оплату в зависимости если постоянный клиент или вот такой временный смотрите у нас абонентской платы есть в месяц символическая да если вдруг клиенту не нужен допустим делать ремонт долгий соответственно он там дома не появляется охрана ему не нужно он может написать заявление о том что временно приостановить тогда плана не взымается а потом можно вызовом возобновлять до охрану когда а какие главные дачные проблемы сейчас встречают чё чего корадут окна там влазит в окна форточки потому что опять же когда есть что например чем поживиться вот а есть когда просто какие-то тем более что дача то может быть уже не такие прямо опытные на преступника который просто там как-то промышляю ну зимой в основном это так скажем люди без определенного места жительства которым хочется где-то погреться они разбивают окно да там где-нибудь полежать поспать вот это зимой происходит а летом это первую очередь дорогая техника это у всех наверное есть там шуруповерты дрели провода какие-то ну такой инструмент который небольшой достаточно дорого стоит конечно охотятся в основном за ним а правильно понимал они что они вот эти вот украденные вещи они же не для себя их естественно крадут чаще всего они потом уже должны сбыть где-то верно есть рынок сбыта вот как-то он контролируется или это уже дело полиции непосредственно которая уже больше делала на оперативных служб но если на приземе воды у вас появляется какая-то но как вот опять же фильмах показывают какие-то общие следы или часто какие-то нарушения а я имею ввиду звучит что называется а колокол у вас что происходит какое-то движение чаще каком-то конкретном районе вы можете сообщить об этом своим коллегам что вот там какая-то шайка орудия вот или как-то работает или это точечные все такие вещи хищения именно с домовладения издач и тоже не частые случае то что профилактика проводится не только с нашей стороны мы со стороны правоохранительных органов а так в принципе взаимодействие у нас системы воды налажено все адреса которые на которых производится хищение имущества они с нашей стороны тоже отрабатываются в целях постановки данного объекта под охрану и предупреждение будущем данных преступлений и происшествий поэтому ориентировки мы от системы воды получаем и соответственно патрулира на маршруте патрули мы тоже обращаем внимание на лиц которые могут перемещаться особенно в темное время суток с большими емкими сумками за что не могут там переносить целях тоже профилактика проводит понятно а евгений вот это маршрут и услышал такое слово то есть не просто ребята сидят где-то и ждут нарушения системы сигнализации еще и под патрульные как-то ходит или как но у нас основное это патрулирование маршрута есть определенная протяженность маршрута границы где экипаж постоянно так скажем курсируют и это сохраном честного порядка до наблюдаем то есть основная наша функция это охрана по договорам но также охрана общественного порядка то есть если мы увидим правонарушения мы просто так это не оставим возвращаясь к предыдущей теме у нас случай был года три назад когда на территории обслуживания второго отдела полиции срабатывала сигнализация часто где-то там раз-три дня срабатывала она же как бы комплексные инструктажи есть и подняли тему о том что как туда встал пытаются открыть бросают пытаются открыть бросают и довели информацию там-то начальника отдела полиции потом они задержали преступника с поличным то есть с тем надо пытался вот он там круг себе взял и вот благодаря нашей информации получилось сохранить кому-то имущество но вот тут тоже возникает вопрос у наших телезрителей которые иногда путаются кто полиция почему росгвардия что такое неведомственная охрана то есть кто принимает как бы решение то есть насколько ваши права сегодня отличаются от прав полицейских например вот вы видите по городу да ваши вы же нет не только на краже вот если будет там кого-то но будет нарушение общественного порядка вы как вы можете принять участие в решении этого вопроса либо вы должны полицию не можем обязаны это сечь и они же обязаны пресечь соответственно доложить через дежурного в территориальный отдел полиции происшествия дождаться сотрудников полиции если там преступления в передать им это дело да если административное правонарушение соответственно мотивированный рапорт по факту этого правонарушения тоже передают сотрудникам полиции для составления административного протокола понятно хорошо ну и давайте поговорим сейчас немножко на следующую тему она наверное тоже важно для вас потому что все таки работа сложная я не знаю насколько истекучесть кадров но тем не менее эта профессия такая что вроде как и не может быть много людей до этим заниматься с другой стороны те кто этим занимается ты люди профессионалы которые не только должны хорошо бегать они должны правильно бегать в правильном направлении хорошо пользоваться ну то есть быть не только скажем так иметь функции полицейского но еще ускоряться да то есть решать вопросы потому что как бы люди платят за это деньги тут тоже такой момент вот немножко поговорим о вашем персонале более лович вы как бы недавно стали да как вы говорите руководителем данного конкретного отдела кто эти люди сегодня кто у вас работает какой средний скажем в возраст много ли людей укомплектованность у нас на данный момент 90 процентов по личному составу а люди приходят в основном молодые потому что перспектива развития и роста она есть возможность получения образования ведомственного конечно так заочно так рочно соответственно и социальные гарантии услуга полностью до который как документах написано все конечно все это соблюдается плюс для иногородних у нас предусмотрена такая вещь как компенсация за поднаем жилье и вместе сотрудник нам пришел аттестовался снимает жилье твоему компенсируется соответствии с номенклатурой определенное количество квадратных метров там исходя из стоимости пятьсот семьдесят рублей квадратный метр жилья и даже на такую идет то есть договоренность можно предоставлять общежития со скидкой у нас с предприятием поэтому с учетом того что служба у нас сутки трое плюс есть пакет этих гарантий социальных права выхода на пенсию в карте 20 лет на пенсию можно выйти выслуга 20 лет независимо в календарном либо льготном исчислении поэтому свое медицинское обслуживание ведомственная поликлиника своя правда системе воды относят мы тоже полицейские на данный момент вот я так понимаю что вот сейчас мы как-то поднимали эту тему кто может к вам прийти какой возраст какие он документы должен принести что он еще получает то что там еще что с армией связано или после наоборот армии может прийти вот выберем желательно конечно да что после армии до 35 лет да а если до армии вот сейчас кто-то учится хороший такой спортивный ему хочется и тогда поправка в федеральный закон о воинской повинности нанесли так пункт который касается только именно росгвардии молодой человек который заканчивает высшее образование и до призыва если он аттестуется в рядах росгвардии сотрудникам соответственно он имеет отсрочку на момент прохождения службы в росгвардии то есть служа в рядах местной охраны либо другого подразделения его в армию не призывают так как он является служащим имеет звание специально ну и плюс вот все те конечно социальные эти самые ну и это касается вы мужчин только набираете или женщины тоже у вас присутствует в каком-то варианте конечно да а вот как почему я сейчас задаю этот вопрос даже помните президент говорили на эту тему сначала значит больше брать девушек в армию да даже женский целый батальон у нас сейчас уже появляются а вот вашей профессии ведь наверное иногда и для работы нужно чтобы это женщина опять же как в кино показывать сейчас как должен классная значит герой это мужчина а рядом еще и умная женщина которая как-то по-своему это видит то есть берете до женщина рамаж предусмотрен должности которые поживают более легкую нагрузку коровый аппарат да и а вот остальные льготы они тоже получают конечно все полноценно деление по полу гендерного признака не хорошо но и будем завершать евгений начнем с вас что еще нужно нам сказать нашим телезрителям чтобы они все-таки к вам обратились и как это сделать те кто вот сейчас здесь это вспомнил оба можно дачу едем надо поставить нам какое-то устройство куда приходить либо идти на рынок покупать устройство и приходить к вам да нет конечно ну мы на слуху находимся город люберцы улица котенческая 15 а дежурная часть телефона и в интернете и объявления везде висят работает круглосуточно можно позвонить всегда проконсультируют все расскажут все покажут в принципе это все доступно и конечно рекомендуемо обезопасить свое жилье если кто-то уезжает на даче там на длительное время до позаботиться о своей квартире чтобы потом по приезду не было неожиданностью и неприятно еще владимир вам тоже последний вопрос потому что некоторые люди послушают думают ну да все равно же они денег хотят и так далее вот все те устройства которые у вас существуют они проходят какой-то определенный контроль то есть можно сказать что они ну по последнему слову техники что не так все таки быстро вот эти деструктивные элементы смогут их вскрыть а если искрой то не успеют сбежать конечно все что то есть мониторинг этих устройств существует они же наверно обновляются как конечно обновляются масса и гнева сич на этот вопрос может под подробнее ответить служба поддерживать их по каждому оборудование есть да где для понимания когда прибор выпускается он сначала у нас тестируется где-то месяц мы пишем отчеты разламывайте себя да сами ломаем пытаемся что-то сделать пишем отчеты потом когда в процессе да еще можно что-то всплыть опять же все это дорабатывается нет такого чтобы стояла на месте что-то обновляется добавляется ну что же огромное вам спасибо за то что есть такие люди которые могут последить за нашим скромным а иногда и не очень скромным до хозяйством и тем более это можно сделать и дома и на даче и как мы выяснили принципе любой объект можно обезопасить у нас студии были начальник люберецкого отдела вневедомственной охраны подполковник полиции владимир владимирович гай струк и заместитель начальника люберецкого отдела вневедомственной охраны евгений поперный майор вот большое вам спасибо за участие в нашей программе это была программа открытый диалог сами подумайте нужно себя обезопасить или нет до свидания и и и и и